Выбрав тему, определившись с целью и задачами исследования, автор подходит к вопросам исходной гипотезы и анализа состояния проблемы исследования. Другими словами, гипотеза – это предположение, которое еще пока не подтверждено и не опровергнуло. Проверка достоверности содержания такого предположения и составляет цель научного исследования. Также гипотеза может быть и предполагаемым решением проблемы. Она определяет главное направление научного поиска, организуя весь процесс исследования. Возможно, у вас возникает вопрос, какой логикой следует руководствоваться при составлении гипотезы? Ответ может быть таким. Характер логики зависит от характера исследования. Приведем пример формулирования гипотезы по истории. В исторических работах имеет смысл основываться либо на хронологии, например, тема «История преследований катаров во Франции», либо же на причинно-следственных связей, к примеру, корни арабо-израильского конфликта. Можно организовывать материал по пространственному принципу, к примеру, распространение еванского христианства в таком-то регионе, а также по сравнительно-сопоставительному принципу, к примеру, национализм и популинзм в Германии в период до Первой мировой войны. В общем, вариантов в зависимости от темы исследования может быть несколько. Главное здесь соблюдение двух основных требований, предъявляемых научной гипотезой. Во-первых, гипотеза не должна содержать понятий, которые не уточнены. И во-вторых, она должна быть проверяема при помощи имеющихся методик. Это означает совершить проверку всех тех следствий, которые из нее логически вытекают на основании опыта. Формулируя гипотезу, исследователь должен строить предположение о том, каким образом, при каких условиях проблема исследования и поставленная цель будут успешно реализованы. Разумеется, в результате проведенных исследований гипотеза может быть принята и может быть отвергнута. Соискатель должен помнить, что отрицательный результат – это тоже важный для научного поиска результат, ибо ученый ищет истину чаще всего за пределами области известных знаний. Такие результаты представляют несомненную ценность для науки и являются часто предметом более глубокого и всестороннего анализа, что позволяет достичь более значимых успехов в соответствующем научном направлении исследований. Итак, гипотеза может стать достоверной научной теорией только после должной опытно-экспериментальной проверки и подтверждения ее соответствующими достоверно установленными фактами и опытными данными. Мы подошли к вопросу анализа состояния проблемы исследования. И здесь необходимо сказать, что тема и проблема исследования связаны между собой. Тема, как уже говорилось, это то, о чем вы будете писать. Выражаясь научным языком, тема – это предмет письменного изложения. А вот то, что именно вы хотите сказать по данной теме, и будет главной идеей вашего текста, проблемой или объектом. Это то, ради чего вы проводите исследования. Иногда идея рождается сразу, как только вы начинаете писать. Чаще это случается, когда предмет письменного изложения лежит в области вашей компетенции, хорошо вам известен и интересен. В таком случае, чтобы изложить свои мысли по теме, не нужно проводить особенной дополнительной работы с информацией, то есть проводить исследования. Но часто идея вначале не приобретает форму законченного утверждения, или в данной теме есть слишком много подводных камней, то есть тех фактов реальности, которые противоречат известным истинам. Тогда необходимо провести собственное исследование. Ориентиром в такой работе будет не идея, потому что она пока не ясна, а ключевой вопрос, то есть проблема. Таким образом, проблема – это столкновение идеального и реального, проявляющегося в нашей жизни. Чтобы понять проблему, надо понять ее природу. Выражаясь научным языком, научная проблема – это поисковая форма научного знания, посредством которой определяется уровень изученности объекта и направление дальнейших исследований. Для своего решения проблема требует значительного углубления существующих представлений об изучаемом предмете на основе результатов исследований, применения новых методик или более совершенных технических средств. Основным требованием к формулировке научной проблемы является то, что она должна включать в себя минимально возможный круг задач, которые настолько связаны с друг другом, что без решения одной из них нельзя достаточно обоснованно решить проблему в целом. Анализ состояния проблемы может значительно повлиять на выбор темы вашего исследования. Этот выбор не может быть слепым. Ему должен предшествовать анализ того, какие научные проблемы в соответствующей области знаний требуют быстрейшего разрешения, можно ли в таких проблемах вычленить самостоятельные разделы, какие из выделенных разделов являются ключевыми и какова степень их изученности. Ответ на эти вопросы определит актуальность вашей темы. Следует проанализировать также и степень практической значимости результатов решения составных частей проблемы, а также достаточность методического обеспечения путей решения в условиях той организации, на базе которой предполагается выполнение исследования. Таким образом, в этой лекции мы рассмотрели вопросы формирования исходной гипотезы и определили важность анализа состояния проблемы в деле исследования. Продолжение следует...